Где еще, как и в рамках Международного респираторного конгресса по респираторной поддержке, сделать анонс по очередным обновлениям рекомендаций Федерации анестезиологов и реаниматологов, посвященных переоперационному введению пациентов с дыхательной недостаточностью? Искренняя признательность председателю программного комитета Алексею Ивановичу Грицану за предоставленную возможность. Рабочая группа, которая готовила и этот третий уже по счету апгрейд рекомендаций, в течение почти девятилетнего периода никак не изменилась. Многие указанные коллеги являются ключевыми фигурами комитета Федерации по респираторной и метаболической поддержке. Вторая версия рекомендаций по переоперационному введению пациентов с дыхательной недостаточностью была опубликована три года назад в журнале ФАР «Анестезиология и реаниматология». Дальнейший мой анонс, если можно так сказать, уже третьего пересмотра будет включать 20 основных тезис-рекомендаций, в отличие от 15 представленных вот в этой второй версии три года назад. И все эти рекомендации будут разбиты на три этапа – предоперационный период, этап анестезии и послеоперационный период. Также существенно изменилась доказательная база за этот период и в ряде рекомендаций, я постараюсь не забыть сделать акцент, появились новые, иногда даже принципиально различные от предыдущей версии, положения для рекомендаций по ряду позиций. Итак, на этапе предоперационной оценки, конечно, нам нужно не забыть оценить жалобы, которые характерны для патологии дыхательной системы. Их, этих жалоб, ключевых шесть, начиная от одышки, как наиболее важного и легко градуированного параметра. А также необходимо обратить внимание на кашель, кровохаркание, приступы удушия, боли в груди и на общие специфические, точнее не специфические признаки любого заболевания, такие как слабость, подливость или хорапка. Это экспертное мнение. Также экспертное мнение характерно для второй рекомендации, а именно у всех пациентов в предоперационный период рекомендуется оценка выраженности одышки. Начиная с нулевых годов, достаточно популярной является вот такая четырехстепенная классификация тяжести одышки. Ноль – это ее отсутствие, легкая – это первая степень, когда одышка может или дистанфорт со стороны системы дыхания может быть впервые замечен при быстрой ходьбе, особенно при ходьбе ввысь или до возвышения. Ну, естественно, особого внимания требуют тяжелые, крайне тяжелые тяжести одышки, когда речь идет о том, что пациент либо с трудом обслуживает себя, либо вообще не может это сделать. Третья рекомендация характеризует целесообразность проведения рентгенографического исследования органов грудной клетки. Здесь мы должны понимать, что этот простой и повсеместно доступный метод может многое сказать о пациенте. В частности, здесь сформулированы 10 основных позиций, которые позволяют определить или выявить рентгенографию органов грудной клетки. Это и повышение воздушности грудной клетки, обнаружение обгул директора впервые, разный уровень стояния диафрагмы, ретростернальное расположение в воздушных участках, отэлектрозирование, увеличение размеров сердца, инфильтративные поражения, выпады, опухоли и нематологизм. Важным инструментальным методом оценки функций внешнего дыхания, конечно, является спирография. Для нашей специальности, анестезиологии и нематологии, важны очень два аспекта этого метода. Это определение степени бронхиальной обструкции и определение ответа на использование бронходиодакторов. Эксперты последние годы сформулировали восемь ключевых показаний к определению функции внешнего дыхания, прежде всего методом спирам-3. Это гипоксиния при дыхании комнатным воздухом, гиперкопния артериальной крови, дыхательная недостаточность в анамнезе при сохраняющей своей облечении в предоперационный период, выраженная одичка, одичка 3-4 степени, планируемая пневмонектомия, необходимость дифференциальной диагностики системы дыхания, патологии системы дыхания, оценка ответа на бронходиодакторы, о том, что я уже раньше обозначил, и признаки легочной дифференции. Пятая рекомендация крайне важна, так как фокусирует наше внимание на факторах риска при операционной дыхательной недостаточности, как связанных с оперативным вмешательством, так и связанных с состоянием пациента. Естественно, среди факторов, связанных с оперативным вмешательством, очень важная позиция занимает длительность операции, экстренность, а также локализация положения на столе и техника оперативного вмешательства, лопаторная или открытая, или лакроскетическая. Что касается факторов риска, связанных с состоянием пациента, это непосредственно, с одной стороны, нозологическая форма поражения легких, с доминирующим обструктивным или реструктивным компонентом, а также сопутствующие состояния курения, ожирения, возраст, нитритивная недостаточность и внутривлечная гипотезия. Эти факторы риска в 2015 году в результате многоцентрового европейского исследования были включены в оценочную шкалу респираторного риска. Вы видите, здесь сохранилась та же тенденция, выделены факторы, связанные с состоянием пациента, а также факторы, связанные с оперативным вмешательством, каждый из которых оценен в баллах. Среди первых, это, конечно же, различная степень десатурации, которая достаточно большими баллами оценена. На 10 баллов, также максимальным баллом оценен даже хотя бы один симптом респираторного заболевания, например, та же самая лишка или кашель. Здесь вы видите и начальные степени хронической сердечной недостаточности, во второй класс, например, уже 8 баллов. И также хроническое заболевание печени. А среди факторов, связанных с оперативным вмешательством, доминируют экстренные операции и операции, сопровождающиеся тракотомным доступом. Достаточно большой балл отведен длительным операциям более 3 часов и лабораторным операциям. Естественно, в итоге сумма с этих баллов у конкретного пациента можно определить низкий, средний или высокий риск. Конечно, нас в большей степени будет интересовать высокий риск, а 23 и более балла набрать не так уж и сложно, с учетом того, что очень подробно сейчас обозначил по каждому фактору риска. Да и средний риск, в любом случае, тоже для нашей специальности и для пациента имеет немаловажное значение. Седьмая рекомендация характеризует срок отмены планового оперативного вмешательства, который начинается с 4 и более недель. Естественно, речь идет о острых поражениях клерки, которые могут быть выявлены, хоть и не часто, но тем не менее, уже в предоперационный период, в момент госпитализации пациента. Это и пневмония, это и пневмония. А на этапе индукции возможного развития, хоть и крайне редко, но тем не менее, пневмонита. В этих случаях, как я уже сказал, и это сформулировано в самой рекомендации, в самом положении, рекомендуют экспертов положить операцию на 4 недели и более, чтобы был полноценный период восстановления пораженной ткани легкого. Если же пациенту требуется экстренная операция, то, конечно, мы должны взять под контроль так называемые модифициальные факторы и сразу начать адекватно лечить респираторную инфекцию, адекватно обеспечить адекватную эвакуацию секретов, улучшить оксигенацию и оптимизировать вентиляцию с помощью широкого спектра респираторных техник и профилактировать аспирационные сады. Также при плановом вмешательстве, с учетом отстрочки на 4 и более недель, необходимо провести беседу с пациентом на предмет прекращения курения, если это пагубная привычка присутствует. И вот следующее положение, восьмое, как раз рекомендует отказаться от курения за 4 недели до оперативного планового вмешательства. Уровень доказательности достаточно высокий, но уровень убедительности средний, то есть так называемый сомнительный. Почему так? Потому что мы прекрасно понимаем, что далеко не все пациенты согласны бросить курить. Завершая раздел предоперационной подготовки, хотел бы остановиться на 9-й рекомендации, посвященной показаниям к применению бронходилататоров и портикостероидов. Естественно, большая часть пациентов с хоббок, да и с астмой, систематически длительно получают бронходилатирующую терапию, но в ряде случаев даже на фоне этой терапии сохраняется гиперреактивность бронхов, что мы можем оценить по спирографии, особенно если мы ее проведем в динамике, до и после приема бронходилататоров. Вот в этих как раз случаях необходимо провести как минимум 5-дневный курс терапии кортикостероидом. Если говорить уже об этапе анестезии непосредственно, то при индукции анестезии в настоящее время рекомендуют использовать фракцию кислорода не более 0,8, достаточно большой уровень показательности. Почему это нужно? Понятно, с целью снижения, прежде всего, площади от рептозирования. Конечно, уже начиная с этапа индукции анестезии, вы должны помнить о профилактике аспирации, и это 11-я рекомендация. Здесь вы видите уровень экспертного заключения. Почему? Потому что речь идет о всем комплексе перечисленных мероприятий, которые, естественно, не в рандомизированных, не даже в каких-то работах или исследованиях пока не анализироваться. С другой стороны, практически каждое положение, которое здесь представлено, имеет довольно существенную доказательность. Но в том-то и дело, что очень важно использовать вот эти все позиции в виде некоего чек-листа для того, чтобы со всех сторон препятствовать развитию аспирационного синдрома. Также экспертный уровень характеризует и проблему выбора анестетика. Опять-таки, достаточно много публикаций по каждому из перечисленных и индуляционных, и внутриверенных анестетиков. Но, если есть выбор, конечно, речь идет о предпочтительном использовании псилофлюрана и пропофола. С другой стороны, мы должны помнить, и это главное, что существует одна единственная группа анестетиков, которая абсолютно противопоказана у пациентов с гиперреактивностью дыхательных путей. Это барбитераты, которые активируют парасимпатическую вирусную систему, и через нее, соответственно, мускалиновые калиновые септоры в главких мышцах бронхио. Очень важная опция – это, конечно, протективная вентиляция во время анестезии. Достаточно давно уже этот вопрос дискутируется, хотя и несколько позже эта тема возникла после протективной вентиляции в интенсивной терапии и реминоматологии в критических состояниях. Здесь вы видите достаточно высокий уровень доказательности и убедительности, много мандемизированных исследований. В каждом из них свой собственный набор компонентов протективной вентиляции, но практически везде присутствуют два базовых компонента. Это умеренно сниженный дыхательный объем от 5 до 8 мл на килограмм идеальной массы тела и умеренно повышенное вторичное эспинаторное давление до уровня 5-10 см водного столба. На эту тему можно отдельно и прочитать лекцию, и разобрать все эти работы. Я предлагаю вашему вниманию последние, 20-го года работы, и это рандомизированные исследования. Это как раз и есть обновление, одно из обновлений этих рекомендаций. В этих работах показано, что в группе с протективной вентиляцией лёгких, когда здесь вечно уже и об оптимально сниженной фракции кислорода и о рекрутном манёвре, который по показаниям используется, особенно пошаговый вариант рекрутных манёвров, открытия лёгких. Это и норма к отмена. Мы видим, что снижается, существенно причем снижается, в разы. Частота развития агрегатизирования, частота пневмонии в первые 7 суток после операционного периода, потребность в неймразивной вентиляции лёгких, и длительность госпитализации. Если продолжать беседу о кислороде, то в предыдущих рекомендациях 2018 года нам было обозначено действующее на тот момент положение о том, что фракция кислорода до 80% во время анестезии, хотя бы периодически увеличенной до 80% во время анестезии, это очень полезная и существенная для снижения инфицирования в зоне операции. Однако в настоящее время работы 2020-2021 года показывают, что этот подход оказался несостоятельным, и в настоящее время рекомендация ровно наоборот, причем уровень 1А, несколько метаанализов, рандомизированных исследований, что во время общей анестезии не рекомендуется применение высокой фракции кислорода для снижения частоты инфекционных оснежений. И здесь как раз в табличке приведены эти сведения, когда сравнивалась фракция кислорода 30-40% и 60-90%. И польза оказалась от фракции 30-40%. 15-я рекомендация рекомендует внутривенное введение лидокаина для профилактики переоперационного бронхиалоспазма, которую клинически манифестируется с затяжным постэкституционным кашлем. И в этом смысле лидокаин очень полезен. А вот для оккупирования ляльного спазма, к сожалению, лидокаин не пригоден для оккупирования этого осторожнения. По данным представляемого метаанализа, это достаточно высокий уровень доказательности, работа также последняя, 20-го года, чего не было в предыдущей версии рекомендации. Что касается этапа экстурбации, понятно, что в идеале вообще у всех пациентов, а у пациентов с высоким респираторным риском особенно необходим мониторинг нерамышной передачи и несколько рандомизированных исследований об этом свидетельствуют. В частности, вот одно из них, некоторые данные заполосли, которые я демонстрирую на этом слайде, когда оценивают пациентов с мониторингом нерамышной передачи и без них. И уже в момент поступления пациентов в палату пробуждения, ну или в отделение интенсивной терапии, в случае мониторированных пациентов десатурация была в минимальном проценте случаев по сравнению с теми, у кого показания экстурбации оценивались клинически. Через полчаса эта тенденция была еще более ягодна. Что касается других так называемых маневров со стороны анестезиолога по отношению к пациенту, в этих двух группах с мониторингом и без него, где по клиническим данным проводилась экстурбация, можно видеть, что с большой частотой, с большой частотой, обратите внимание на эти первые цифры до запятой в каждом ряду, с большой частотой чаще наблюдалось вмешательство анестезиолога для купирования нарушения проходимости верхних дыхательных путей из-за западения языка. Приходилось осуществлять маневр так называемый, как его за рубежом называют, ну, по нашему выдвижению челюсти, либо тактильную стимуляцию, что эквивалентно похлопыванию, допустим, по плечу с целью разбудить или пробудить пациента и храп. Вот эти все признаки нарушения проходимости верхних дыхательных путей в разы были выше у пациентов в той группе, где по клиническим признакам проводилась экстубация, в отличие от мониторируемой группы. Семнадцатая рекомендация сфокусирована на показаниях и целесообразности, что более важно, высокопоточная оксигенация в раннем, ближайшем послеоперационном периоде, как у пациентов высокого, так и у пациентов среднего риска, особенно имеющих ожирение. Мы видим, что этот метод имеет применение его и эффективность его имеет максимальную степень доказательности. Также сведения буквально этого года, хотя и прошлогодний мета-анализ тоже есть, то есть это абсолютно новая рекомендация. Также новой рекомендацией является целесообразность применения как режима СИПАП, так и неогазивной вентиляции легких у пациентов в ближайшем послеоперационном периоде, сразу после инструкции трофеи. Очевидные совершенные вещи и максимально высокий уровень доказательности и убедительности. В то же время тот же режим СИПАП используемый не только послеоперационный период, но и в дооперационный период не показал в шести вот этих исследованиях проведенных мета-анализе убедительных данных в пользу его применения на предоперационном этапе, на этапе индукции. Тем не менее мы в рекомендациях прописали, что этот метод на этап индукции рекомендуется рассмотреть то, как есть для этого как минимум фотофизиологические предпосылки. И клинически мы можем видеть с помощью мониторинга улучшение оксидинации. Другой вопрос, что эта опция не приводит напрямую к улучшению послеоперационных результатов. И наконец последняя 20-я рекомендация связана с аргументацией продленной эпидуральной аналгезии после абдоминальных и каракальных операций. Уровень показательности убедительности также достаточно высоки. Несколько романтинизированных исследований. И мы видим, вот в одном из них четко продемонстрировано существенное снижение развитие сепсиса послеоперационных период, развитие дыхательной недостаточности послеоперационной пневмонии и госпитальной летальности в целом. Дорогие коллеги, благодарю вас за внимание. Никакие рекомендации не являются долгами. Они систематически пересматриваются. согласно приказу Минздрава России от 2019 года в настоящее время срок пересмотра один раз в три года, можно и чаще. Любые ваши пожелания, замечания, желательно аргументированные, прошу присылать на указанном на этом слайде в три года.